Для разминки расскажу один консалтинговый анекдот, мой любимый. Ну, у меня они все любимые, которые в избранной коллекции. Большая компания проводит корпоративный праздник в программе, в том числе, катания на воздушных шарах. Пятеро топ-менеджеров залезают в корзину воздушного шара, их очередь наступает. Вдруг налетает шквал, шар уносит. И, значит, несет шар непонятно куда. Вдруг там ветер внезапно стих, так шар снижается, в какой-то сквере в каком-то городе сидит человек с компьютером, что-то там настукивает на нем, на коленках, при галстуке там. Они ему кричат, сэр, где мы находимся? Тут поднял, посмотрел, говорит, на воздушном шаре. И, значит, продолжает что-то слепать в компьютере. Порыв ветра, значит, на луне с шар, диалог в корзине. Один говорит, это был точно бизнес-консультант, он говорит, как-то понял. Ну, говорит, во-первых, он сообщил нам то, что нам и так известно, во-вторых, его ответом ничем не помог. Диалог дальше. Человек заканчивает работу, приходит в офис и говорит, представляете, сейчас видел воздушный шар и на нем уносило пять топ-менеджеров. А те говорят, откуда ты знаешь, что это были топ-менеджеры? Ну, говорит, во-первых, они не умели правильно сформулировать вопрос, а во-вторых, не знали, что делать с ответом. Вот, этот анекдот очень хорошо иллюстрирует, простите, не в обеду, некоторые противоречия между консалтингом и заказчиком. Заказчик часто имеет свое видение, как решать задачу. Другой вопрос, что задача профессионального консультанта не просто быть правым, как мы уже говорили, а уметь продать свою правоту заказчику, то есть продать ему настоящую картину мира, как это устроено, и тогда выйти с ним на единый взгляд, как эти задачи будут решаться. Не только к целям, но и к средствам решения. Но за заказчиком всегда право сказать, что все это фигня, и искать того консультанта, который будет решать так, как ему кажется. А на рынке всегда присутствует некоторое количество торговцев иллюзиями, которые вам продадут все, что хотите. И потом всегда объяснят, почему телега не едет. Кроме того, консалтинг обладает рядом родовых травм, а именно, что если компания специализируется в одном виде консалтинга, например, маркетингом, то она все будет решать через маркетинг. Если в HR, то все будет решаться через человеческий потенциал. Если это компания, которая родилась от финансистов, то они начнут обязательно с финансового анализа и так далее. Вот это, к сожалению, проблема специализированного консалтинга, то что он, как правило, базируется на каких-то исконных знаниях, и остальное может в том числе и эту, если что. Но начинает он всегда как бы с того, откуда он родился. И это большая проблема. Дело в том, что для правильных преобразований, как правило, нужен хоть один терапевт, который умеет интегрировать знания специалистов. Иначе компания рискует как раз отказаться той самой весельной лодкой, посередине которой красуется великолепный дизельный мотор. То есть дизельный мотор, Цимус, лучшей фирмы, с большими мощностями, с великолепными запчастями, с хорошим сервисом. Так он ни с чем не интегрируется внутри компании больше. То есть вы получили прекрасную структуру без процессов и без, например, квалифицированного персонала. Чего вы будете делать со схемой структуры, я, откровенно говоря, даже не знаю. Но, возможно, вам она понравится. Поэтому вы сами сейчас вышли, и мы с вами на то, что нет ответа, что лучше. Я говорю всего лишь как правило. Ну а если вы говорите, что вот это, это, это не происходит, тогда, конечно же, зачем привлекать чужого, если у нас есть хороший слой. Сейчас я ответил. К сожалению. Кстати, откуда рождается миф, что консультанты, как правило, не говорят ничего нового? Это и правда, и неправда. Отвечу. Дело в том, что, как правило, 95% всей информации есть самой компании. Другой вопрос, что у компании нету того взгляда на эту информацию, или эта информация не структурирована. То есть компания носит в себе все элементы решения, и зачастую задача консультанта не принести туда новую информацию, которая в компании и так выше крыши, а показать, как пользоваться той информацией, которая там уже существует. Ну и еще бывает, что компания заказывает так называемые муляжи. Ну, условно говоря, она что-то заказывает, ей говорят, что она это получает, она это покупает, легче не становится, и тогда она говорит, а это у нас уже было, оно не работает. Но это мне всегда напоминает, что если у нас не получается жарить блины, то это не повод объявлять кулинарии уже наукой. Хотя, конечно, можно. Скорее всего, мы просто что-то не так делаем. Окей, дальше. Так вот, вернусь к той идее, что, как правило, компания находится вот тут и имеет все атрибуты остальных этапов. Но толком она не перешла на этап регулярного менеджмента. То есть, все элементы регулярного менеджмента, как то список регламентов, список должностных обязанностей, схемы организационной структуры и прочее, имеет чисто декоративный характер. То есть, оно не работает. А тогда смысла в этом большого нет. И тогда компания, находясь по-прежнему на этой стадии, но вот такого размера, мечется по рынку и ищет какие-то новые примочки, какой-то быстро растворимый аспирин, который ей поможет. Ну, по опыту. Что еще надо помнить? Нельзя обойти этапность. То есть, совершенно бесполезно пытаться пройти отсюда сюда. Это так же, как из рабоводельщиков строя в коммунизм попасть сразу. То есть, это бесполезно. Дело в том, что передвигаясь с этапа на этап, компания приобретает управленческий опыт, проходится отбор персонала, возникает дисциплина, повышается компетентность сотрудников. И, например, на этап хозрасчета никак нельзя идти с некомпетентными сотрудниками, компетентными не в специфике бизнеса, а в управленческом смысле. Дисциплинированными, работающими в системе отчетности, с которыми не возникает вопроса «Ой, забыл». Ну, практически не возникает, как система. Ну, понятно, исключения бывают в любой ситуации. Но, как система, собственно, никто не дискутирует, а зачем мне писать отчет, у меня на это уходит время, я лучше продам еще пару сноповязалок за это время. То есть, вот на этом этапе этого уже не возникает, потому что там давно всем понятно, а какое место занимают отчеты, почему они нужны, зачем они нужны им же, и давно с этим не споришь, что Земля имеет форму шара. Давно понятно, что имеет, вопрос как по ней ходить, да? А когда люди полагают или готовы дискутировать о цвете панциря черепахи, на котором стоит Земля, а вы с ними пытаетесь обсудить проблемы спутникового позиционирования, вот тут возникают определенные сложности из-за разности аксиоматической базы. У вас совершенно разные картины мира, поэтому дискуссия практически нереальна, вам не с чем говорить. Это, знаете, попробуйте сыграть в шашки. У вас шашки на черном стоят, а у противника на белом. Они просто проходят одни сквозь другие, то есть вы играете по разным правилам, к сожалению. Итак, выводы. Компания, что бы она ни делала, она все равно двигается по этапам. Каждый этап заканчивается организационным кризисом. Степень опасности этого кризиса для компании зависит от целого ряда обстоятельств, сколько в нем компания проживет. Кризисы сами не рассасываются, и компания может из них выйти, совершив четко определенный набор последовательных и взаимосвязанных действий, характерных для этой компании, для этой ситуации. То есть там совершенно четкий, буквально на уровне хронометра, модель перехода из точки А в точку Б. Любая попытка совершить внешне похожие действия все равно совершенно бесполезна, и так далее, и так далее, и так далее. Это большая проблема. Рассмотрим с вами, а как же выглядит система корпоративного управления. К сожалению, плотный характер нашего семинара не позволяет мне провести один эксперимент, который я, как правило, провожу в группах. Обычно на моих семинарах занимаются руководители со стажем, и, как правило, это уровень топ-менеджмента чаще всего. Ну вот, стратегическое управление, у нас семинар из разряда стратегическое управление этого уровня всегда посещает топ-менеджмент компаний. И... И... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok